Задержание, столкновение, побег из автозака и даже попытка суицида. Вся страна сегодня наблюдала за событиями на улице Костельной в Киеве. Там живет бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. За ним пришли. Сначала ловили на крышу, затем пытались вывести через толпу людей. Задействовали ГПУ, СБУ, Носгвардию и полицию, но не помогло. В чем обвиняются Аакашвили и как он оказался возле Верховной Рады, знает Александр Васильченко. В 7 часов утра улица Костельная. Подъезд, в котором проживает Михаил Саакашвили, заполнен сотрудниками спецподразделения СБУ «Альфа» и соратниками экс-губернатора Одесской области. В квартире следователи. Сам Саакашвили на крыше многоэтажки. Пытается общаться с прессой. После непродолжительных угроз не сдаваться и спрыгнуть вниз сотрудникам СБУ удается схватить и снять политика с крыши. Уже в квартире, в присутствии адвоката, ему вручили подозрения. Тем временем возле дома собралось несколько сотен соратников Саакашвили. Потребовали его отпустить. Когда задержанного вывели на улицу, чтобы отвезти в СБУ на допрос, попытались отбить его силой. Насгвардейцы применили газ. После того, как силовики усадили Саакашвили в машину, присутствующие заблокировали выезд и разбили лобовое стекло служебного авто. Все же правоохранителям удалось отбить микроавтобус. Он проехал в несколько десятков метров до улицы Трехцветительской. Там активисты перекрыли дорогу, из брусчатки соорудили две баррикады. Тем временем генпрокурор Юрий Луценко заявил, задержание Саакашвили – результат многомесячной совместной работы ГПУ и СБУ. За политиком и его окружением следили. По санкции суда вели прослушку телефонных разговоров. Обвиняет эс-губернатора в сотрудничестве с беглым олигархом времен Януковича Сергеем Курченко. Якобы тот предлагал свои услуги, спонсировал митинги. В доказательство генпрокурор привел запись телефонного разговора. У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы, у меня есть возможность в России заходить в разные кабинеты. Я заинтересован в том, что построить с вами какую-то такую историю длинную. Возможно такое развитие событий? Я думаю, что надо просто вам с нашим другом поговорить на эту тему. По данным следствия, Курченко через подставных лиц передал Саакашвили более полумиллиона долларов. Все переговоры с Курченко, по версии следствия, вел помощник Саакашвили Северион Дангадзе. Якобы он следил за расходами, отвечал за снабжение митингующих и получал деньги от людей беглого олигарха. Его вчера задержали сотрудники прокуратуры при попытке покинуть страну. Вчера, под час обшуков на квартирах Дамешка в Северион Дангадзе в Киеве, были выявлены много необходимых для следствия материалов. В том числе, злополучный паспорт громадянина Украины Саакашвили, который, за его словами, находился, что то в президенте Украины, что то в министре внутренних справ Украины. Под подозрение попали и политики, сотрудничавшие с Саакашвили. Кому вручат подозрения, генпрокурор пока не говорит. Тем временем, несмотря на обвинения и задержания, доставить на допрос Саакашвили не удалось. Активисты разбили автомобиль, в котором находился политик, выломали дверь и освободили задержанного. В нацполиции заявили, открыли более пяти уголовных дел в отношении людей, которые мешали задерживать Саакашвили. Сам эксгубернатор всей связи с Сергеем Курченко отрицает. Вместе с соратниками он сразу же отправился к Верховной Раде. В генпрокуратуре анонсировали, избирать меру пресечения подозреваемым будут завтра. Для Дангадзе потребуют безальтернативное содержание под стражи. Саакашвили же может отделаться максимум круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета. Александр Васильченко, Богдан Вербицкий, Сергей Фролов. Подробности телеканал Интер.